Здравствуйте, это новости на Дону в студии Артем Тарасов. Два человека, в том числе восьмилетняя девочка, погибли при взрыве бытового газа в поселке Чистоозерном Каменского района в ночь на воскресенье. Еще двое пострадали, причем женщина 35 года рождения в тяжелом состоянии в реанимации. А двухэтажный дом на 16 квартир, скорее всего, придется сносить и строить новый. Хлопок-то был совсем в другой же квартире, через две квартиры. Тот подъезд, она вот в этом подъезде. И получается вот так, что сейчас все там руины, у нее только осталась кухня одна. Наталья Попонова купила квартиру здесь совсем недавно, только сделала ремонт. Теперь остается только плакать над руинами мечты всей жизни. Как еще осталась жива, когда все произошло, погибшая девочка влетела именно к ней, хотя ее жилье через квартиру от эпицентра взрыва. А у меня в квартире нашли девочку эту. Кричу, говорит, там девочку, девочку спасайте. Вот, говорит, помню, что, говорит, мама ее кричала, что она живая, живая, живая. Но восьмилетняя девочка не выжила. Все произошло в половине первого ночи. Как говорят соседи, комната, где спал ребенок, была через стенку со злополучной квартирой. Взрыв был такой силы, что три квартиры из шестнадцати просто разворотило. Еще четыре пострадали. И даже в дальних комнатах, вот, посмотрите, выбиты окна. Все полетело с это. Окно от вас, представляете? В обеих, в обеих. И в зале, и в спальне. Я так волнуюсь вообще. Выбила окна. Выбила окна. Ну, они раскрылись, все цветы полетели. Это страшно. И сначала, потом это открыть, слышно. Раскрылись сами створки. Стекла выбила даже в доме напротив. В квартире Галины Кучеровой окна разбиты даже на лоджии с боковой стороны дома. В момент взрыва женщина еще не спала. Очень испугалась. Очень испугалась я. Сын пришел, взрослый сын, у меня 20 лет, пришел с другой комнаты. Я говорю, сын, это гроза или что? Он говорит, мама, какая гроза? Посмотри. Он включил свет. У меня все горшки, земля вывалена, стекол нет. Нет. Губернатор, приехавший на место, поручил восстановить окна двери в соседних домах. А вот пострадавший дом восстановить, скорее всего, не удастся. Точнее, скажут, после полного обследования. Его по заданию губернатора проведут буквально за пару дней. Есть какой-то момент? Нет. Здесь нет? Нет. Даже на продажу единичные, одну-две квартиры только, которые люди продают. Потом вы продавали сегодняшний дом. Ну, давайте сделаем так. Вы максимально быстро не докладываете состояние здания, возможности восстановления. Если мы увидим, что это невозможно, построим дом. Новый дом при хорошем стечении обстоятельств может быть построен за 8 месяцев год. Пострадавших пока разместили в местной больнице. Вопросов у них много. И главный, даже не по работе газовой службы. Ведь, говорят, дом регулярно обследовали. Последний раз в апреле. А к полиции. Квартира, где произошел взрыв, давно на виду. Живший в ней мужчина лет 30 пил, бил жену. Накануне трагедии жена с маленькой дочкой после очередной ссоры уехали в город. Это их и спасло. Мужчина погиб. Писали заявление о угрозе жизни. Он ей угрожает. Все, бездействие. Вот они, результаты наши. И вот я поинтересовался, у кого газовая служба здесь был, тоже информировал меня. Спросил, этот гражданин, к сожалению, не имел заключенного соглашения на обслуживание газового оборудования. Он ничего не имел. Он долгов накашлял больше, чем надо. И квартиру в сарай превратил. Сам я полицию послушаю, потому что вы мне сказали. Пожалуйста. Я послушаю. Мы с 17-го года с этим вопросом боремся. Конкретно с этим человеком? Конкретно с этим человеком. С 17-го года. И ничего. Дом взяли под охрану, за вещами пускали отдельными группами и только в сопровождении спасателей. На лестнице стоят подпорки, есть угроза обрушения. В больнице Каменска двое пострадавших. Женщина от 35-го года рождения. Она в реанимации. И ее сын с переломом ключицы. Мы боремся за ее жизнь и здоровье. Пока, рано говорить, черепно-мозговая травма довольно тяжелая. Еще слишком мало времени прошло для каких-то прогнозов. Поэтому пока стабильно тяжелая. Больше за медпомощью никто не обращался. Всем пострадавшим выплатят компенсации. Решение принято, что по 1 миллиону семей погибших выплатим. Людям, которые оказались, находятся в больнице, в зависимости от тяжести, их состояния здоровья, от 200 до 400 тысяч. Обследование, потеря имущества, частичная или полная утрата имущества, 50 до 100 тысяч рублей. Все жильцы дома получат единовременную помощь по 10 тысяч рублей от области и столько же от района. Марина Черных, Николай Андреянов, Дом-24, Каменский район, поселок Чистоозерный. Сегодня и завтра в любой момент может полить ливень. Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений выпустило утром Донское МЧС с ссылкой на гидромедцентр. В понедельник и вторник местами по области возможны сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Футбольный Ростов обнулил свои шансы попасть в зону Еврокубков. Нулевая ничья с московским «Динамо» стала нулевой и по качеству игры. Матчи с командой, борющейся за выживание в Премьер-лиге, наши футболисты всего раз ударили поворотом, а сами могли пропустить все пять. Лев Лещенко, ярый болельщик «Динамо», начал этот матч, заряжая команды на бой. Но вдохновил играть на победу только своих. Да и это желание проснулось уже перед самым перерывом. В оправдание Ростову можно принять только то, что из-за повреждения плеча на тренировке не играл дирижер команды Роман Еременко. И уже на старте травмировал плечо Поршевлюк. Первый тайм команды провели вяло. Первый удар в створ ворот случился только на 39-й минуте. Ну а Ростов даже неловко сказать. Вообще ударил поворотом лишь однажды за весь матч. Вот он, этот единственный ростовский удар в исполнении Зуева. Больше вратаря «Динамо» мы не увидим. А вот Песьяков начинает длинную серию спасений после дальнего выстрела недавнего ростовчанина Юсупова. Хотя в перерыве у защитника Ивана Новосельцева еще были надежды на возрождение атаки. Вроде бы подходим туда, но завершения нет. Не знаю, может быть, последнего паса нет. Хотя бы точно, чтобы нападающий пробил. В принципе, подходим, но, говорю, моментов нет. Надо, кстати, с этим постараться, чтобы надо было, может быть, побольше бить. Может, совсем не бьем. Никто не пытается пробиться, хотя за счет паса там пролезть куда-то. Поэтому надо прибавить с ударами еще. Прибавить не получилось и близко. После перерыва «Динамо» играла с нашей командой, как «Барселона», буквально заперев у ворот. Как москвичам не удалось забить, остается только поражаться. Удар бабочку из убойной позиции сменяет выстрел в притирку со штангой. А дальше начинается писяков шоу. Наш вратарь успевает сложиться после удара в упор. И тут же срывает соперникам выход один на один. Ну, а вот самый красивый сейф на 74-й минуте. Подача углового получилась вроде бы неудачной. Но последовал навес с другого фланга, скидка головой и эффектный полет писякова. А следующий угловой вывел из строя Сигурдарсена. После столкновения с соперником исландца унесли на носилках сотрясение мозга. И он, и Паршевлюк, по словам Валерия Карпина, вряд ли выйдут на следующий матч. А этот пришлось доигрывать в десятером. Но счет не изменился. Безрадостные 0-0. В двух оставшихся турах наш клуб не сможет догнать занимающих 5-6 место ЦСКА и Арсенал. Так что через чемпионат страны в Еврокубке уже не попасть. Остается надеяться на Кубок России. Ответный полуфинал с локомотивом в Ростове в среду. В нашем активе, напомню, гостевая ничья 2-2. Роман Саганов, Александр Шкурко, Дон-24, Москва. Полосу препятствий проходит собака под постоянным управлением человека. Четвероногий спортсмен не выпускает напарника из виду, ориентируясь на голос, руки и малейший поворот плеч. Чемпионат ЮФО по аджилити провела на Ростовском грибном канале Донская федерация кинологического спорта. Собрав участников из Краснодара, Новороссийска, Ставрополя, Астрахани и даже из неюжных Нижнего Новгорода и Череповца. Работает на высыл, то есть не бегает с собакой, руководитель областной федерации кинологического спорта Марина Воробьева. 8 лет назад перелом, а потом и авария сделали ее инвалидом. Из коляски подняли собаки. Тренировки стали реабилитацией. На костылях Марина стала мастером спорта, а потом и трехкратной чемпионкой мира по параджилити. И все эти годы бежит по волнам с 80-летней по человеческим меркам Фрейзи Гранте. 11-летняя бордер-коли в скорости немного уступает, но спортивный задор остался. И вот она снова чемпионка. Чем больше старается чему-то научиться разным методикам, тем хуже бегает собака. А когда человек любит собаку на одной волне с ней и получает радость, вот это заменяет тома всяких книг обучения. А еще беспородный принц из Новороссийска умеет стоять как сусли, ходить на задних лапах, а главное смотреть виноватым взглядом. Его нашли в траве, где щенок ловко замаскировался окрасом под бордер-коли. Но теперь понятно, его рост гораздо выше, чемпионские амбиции не меньше, чем у породистых собак. Вперед, вперед, вперед! Да, да, да! Ай, молодец! Супер, бравушки! Да, супер, собака! Той пудель Бонита здесь самая маленькая спортсменка. У краснодарского корги-кардигана Ронни короткие только лапы, что не мешает ему быстро бегать, но доставляет проблему с 40-сантиметровым барьером. Причем за еду пес не побежит, только если на финише его ждут игры с хозяйкой. Для него награда то, что он бегает по трассе. Ему это очень нравится. То есть он весь в ажиотаже, он ждет, когда, когда побежим, побежим. Бегали двоебори – джампинг и аджилити. В первом важнее прыгучесть, а во втором – мастерство и умение думать. Собака должна не только быстро бежать в нужном направлении, но еще и попадать в контактную зону. В идеале, конечно, она должна попасть красиво, к чему все стремятся. Не так, чтобы судья под микроскопом смотрел, ноготь там попал и край пальчика. Хоп! Вперед, хоп! Ту-ту-ту-ту-ту! Сюда, сюда, сюда! Ой, сюда! Вперед, хоп! Ту-ту-ту! Да, ту-ту-ту! Для ростовской дворняжки Джулии это первые крупные соревнования. И уже первое золото, правда, пока только в квалификации. А на чемпионате собраться не удалось. Еще у нас есть шансы. Да, мы с Желком, я думаю, разбежимся сегодня. Может дождь, может кавалер. Не знаю. После двоеборья спортсменов проверили и в игровой дисциплине «Гэмблерс». Здесь свободы побольше, но строгое ограничение по времени – 40 секунд. И каждый снаряд оценивается баллами. Самый дешевый барьер за него дает всего балл. И вся ответственность за результат на человеке. Не дотягиваешь до собаки – тренируйся больше. Если собака не дотягивает к человеку, но у нее есть потенциал, значит человек должен раскрыть этот потенциал, должен разогнать собаку, вытащить на поверхность ее все ее возможности. То есть вот эта задача непростая – человек и собаки. Абсолютным чемпионом двоеборья в категории той стала цверкпинчер Ирина Курмановой. Кстати, бежит с военноравной шаньки только за адыгейский сыр. Ни мяса, ни сосиска, нам не нужно ничего. За сыр мы все. Три из четырех абсолютных чемпионов ЮФО из Ростовской области. И в общем медальном зачете у Дона наибольшее число наград. Олеся Слоняко и Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артем Тарасов. До встречи.